доброго дня у нас сегодня радость мы закупили сеном ура ура вот столько это всего вот там наверху лежит муж я не буду показывать и сейчас мы будем его укрывать на зиму вот приготовили полиэтилен сейчас я буду нарезать он будет там выравнивать представьте сколько счастья много людей много ли для счастья огороднику надо вот такое счастье 25 тюков мы купили ну я думаю года на три нам можно успокоиться спокойно так что сухое хорошее но просто чтобы вам не дождил ой видите я от счастья заговариваюсь дождь его не мочил поэтому мы его сейчас накроем аккуратненько и все и оно будет так вот у нас до зимы стоять что хочу сказать все на мы прибрали вот так это выглядит вот такие шторочки ему приделали ну типа шторочки на случай дождя потому что ему долго хранится будет это развязываться еще резиночку сделаем чтобы потом раз его и присобачивать это резиночкой вот поэтому счастье полное не хочу шутка конечно очень здорово вот это мы будем использовать потому что уже пора пора картошечку надо насыпать пора потому что она уже все хорошо так зашла ну как я ее насыпать буду я вам конечно же покажу кому интересно значит что здесь у меня происходит муж доделал второй уровень выглядит это вот так вот видите да длинная такая сюда начинается мы потом следующей весной и и будущей весной естественно засыпем землей будет тут как бы ну своя тут свой грунт будет своя земля на на таком уровне будет нам ну повыше а там будет ну одна леточки также буду подсаживать вот бархатцы мои оклемываются растут цинирария тоже хорошо уже все выглядит то очень симпатично а когда это будет еще вот здесь по-другому сделано но в этом сезоне будет так пока мы даже черную крыльную там не будем убирать мы на него насыпем землю пускай так будет принципе ничего страшного меньше сорняков будет вот ну вот пока он вот здесь остановился тут моя идея которая ужасная вот стоит петунья в баллонах в этих пятилитровых обрезанных в общем чё попало мне не нравится и задумка думала лучше будет выглядеть а так мне не нравится ну просто наста наставила пускай стоит вот и получилось у меня здесь пространство которое надо тоже запомнить если все это засыпать ну как бы это нерационально лучше использовать цветочек какие-то посадить но у меня еще рассада осталось хотя уже время столько много уже сегодня 26 июня по идее ее бы уже отсадиться пора ну видите некогда некогда то одно то другое то пятое то десятое и вот так вот и день за днем проходит и опять чё-нибудь да не сделал вот но мне нравится выглядит очень симпатично особенно когда вот бархатцы разрастутся и цинирария разрастется все я думаю будет шикарно но и это закроет георгины они поднимутся конечно же хочу сказать про георгины это георгины я уже тысячу раз говорила тысячу первый раз скажу это у меня выращены из однолетки георгины вот я попробовала ее оставить в зиму это было два года назад и вот третий сезон я уже ее высаживаю то есть осенью выкапываю ну как обычно георгины вот но они такие скажем не такие супер-пупер конечно же какие были однолетки они такие есть в принципе можно подобрать есть и красивые сорта и махровые там еще какие-то кактусовидные вот в общем надо попробовать просто я остановилась вот на этом но не то что остановилась попробовала и они конечно же их очень много стало вот видите у меня было всего лишь шесть штучек а сейчас и в этом сезоне я высадила 13 или 15 у меня они еще там в другом месте тоже растут вот поэтому вот так так ну что еще что хочу сказать у нас уже будет первый огурчик сейчас я познакомлю с ним прислали свою тепличку тепличка называется огуречник кто не видел можете зайти посмотреть видео мои теплички невелички я в этом сезоне выращиваю очень мало огурцов всего 5 штучек вот они у меня заняли ровно половину этой теплички а там у меня сидят томаты высокорослые типа ну не типа как черри вишня называется красная желтая вот вот такие вот деревяшки поверху муж мне напилил из плинтусов из плинтусов вернее или из плинтусов как правильно неважно и вот одни я посадила раньше вот эти которые побольше а вторые я хотела вообще вот эти два не садить думаю мне 3 достаточно будет потому что я решила их формировать в прошлом году я их пыталась сформировать мне ничего не получилось все равно а потом дебри 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 и все и я потерялась в этих дебрях можно так сказать вот но в этом сезоне я решила дала себе слово твердое что нет 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 всю информацию прочитала кто что говорит в общем нашла одна женщина так хорошо все мне объяснила я это наконец-то поняла как это надо делать и все и оказалось легко и просто ну а теперь непосредственно к огурчиком вот смотрите тогда вот они красавчики висят правда же красоте я давно о таком мечтала думал ну когда же у меня то так будет но я вот смотрела что он конечно это в теплицах такие вещи выращивают ну хотя не знаю может в открытом грунте вот видите как но это же прелесть ну чем бы не выращивать то вот вот они идут 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 и все идут и все отлично вот этот верх нижний уже самый можно конечно же собирать но и здесь естественно вот видите вот они огурчики хорошие висят вот они продолжают висеть ну естественно на том усики я эти отрываю чтобы они не цеплялись туда куда не надо вот ну вот такие у меня огурчики так что может предложу если хочет пускай срывает я как-то не любитель огурцов я люблю помидоры я помидорная душа можно так сказать